Эксперимент по раздельному сбору мусора начали с улицы Льва Толстого 1. Установили вот такие контейнеры, чтобы человек видел, что там. Выкидывают сюда определенные отходы. Пластик, жестяные банки, картон и стекло. Жители уже успели оценить преимущество. Во дворе чище, отсутствуют неприятные запахи. Мусор выкидывать удобнее. Раз в два дня собранные отходы будут вывозить на мусоросортировочный комплекс. Он заработал в этом году в рамках регионального проекта. Комплексная система обращения стыков в составе национального проекта «Экология», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Наша задача – собирать пищевые отходы и отходы, которые пойдут на переработку отдельно. Мы эту задачу выполним. Эксперимент по раздельному сбору ТКО стартовал в Новокубишевске в этом году. В октябре городская администрация с региональным оператором и Министерством энергетики из ЖКХ Самарской области подписали соглашение. Около многоквартирных домов сначала установили заглубленные контейнеры, теперь сетчатые. С помощью финансовой поддержки Министерства жилищно-коммунального хозяйства Самарской области приобретены специальные контейнеры. Сетчатые в количестве 130 штук закуплены для сбора сухих отходов, подлежащих утилизации. Прочие отходы будут собираться в пластиковые контейнеры. Пластиковые контейнеры тоже поменяют. Закупили почти 1700 штук. Раздельный сбор позволит увеличить переработку отходов и сдержать рост полигонов для захоронения мусора. А также перейти на оплату за вывоз ТКО по факту. Сохраняем природные ресурсы. Ведь те фракции, которые идут и считаются утильными фракциями, таким образом производится готовая продукция. И мы сохраняем с вами природные ресурсы. Все это понимаем. И, конечно же, нагрузка на действующий полигон на территории городского округа Новокуйбышевска. То есть мы сокращаем долю захораниваемых отходов на полигоне. Эксперимент будут проводить на территории Новокуйбышевска год. Тарифы на вывоз мусора в 2020 году останутся прежними. Татьяна Пудова, Роман Апарин, Новости губерния.